Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодняшнее видео посвящено довольно-таки легкой теме, как можно трансформировать, либо исказить изображение на холсте для получения определенного эффекта. И в таком несколько шутливом контексте я сегодняшний урок сделаю. Вот я получил такое сообщение от своей коллеги, которая с фотошопом дружит, не очень будем так говорить, и она просит на вот этот экран разместить картинку, ставь, пожалуйста, логотип 3ds Max. Вот, Саша, привет! Ну, давайте попробуем это сделать. Я картинку из WhatsApp, который на рабочем столе меня находится, скачиваю, так, загружаем, так, все, можно теперь это окно закрыть. Открываю это изображение уже здесь. Кстати, вот картиночку 3ds Max, логотипы я уже предусмотрительно загрузил. И, значит, загружу вот эту картину, которую сейчас я скачал, соответственно, которую мне Люда прислала. Так, наша задача, вот эту картиночку поместить вот здесь, чтобы она располагалась, ну, с учетом ориентации экрана. Ну, давайте посмотрим, как это можно сделать. Я разблокирую, значит, слой, значит, с логотипом. Кстати, давайте посмотрим, какой у нас размер картинок, так как если размер будет довольно-таки большой, то будет трудно его сориентировать сразу же, да? Так, давайте здесь я тоже посмотрю, какой у нас размер. Так, где у нас линейки, да? Вот они. То есть у нас картиночка 800 пикселей, а логотип 1500, в два раза больше. Ну, давайте мы его маленечко изменим. Размер изображения я изменю, ну, как минимум, допустим, 400 поставлю. Я думаю, столько хватит. И перетаскиваю изображение вот сюда. Вот. Значит, для того, чтобы спозиционировать нашу картинку под ориентацию экрана, мы будем использовать инструмент, который называется, инструмент, который находится в группе инструментов редактирования и трансформирования, называется искажение. Но перед этим, наверное, начало надо просто свободно трансформировать наше изображение. Вот примерно вот таким вот образом, да? Так, вот так вот я соглашусь с этим. И затем иду к пункту редактирования, трансформирования, искажения. В этом случае каждый манипулятор у нас действует отдельно. То есть я тяну каждый манипулятор к углу криво расположенного экрана. Вот таким вот образом, да? И таким способом я располагаю логотип, значит, с нужным неискажением. Вот теперь я просто эту картиночку сохраню. Файл сохранить как? Я его сохраню просто на компьютере. Так, давайте назовем его 3DS. Вот. Выбираю нужный формат. Формат JPEG. Говорим сохранить. Так, с наилучшим качеством, да? Все. И вот эту картиночку я, нашей очаровательной девушке, которая попросила эту работу сделать, отправляю назад. Надеюсь, ей работа понравится. Вот так вот, буквально за несколько секунд мы это сделали. Ну, собственно говоря, все. Спасибо за внимание. С вами был Александр Семенов из самоизоляции. До скорых встреч. До свидания.